В 43 году Георгий Юматов поступил в военно-морскую школу, отбор которую могли пройти только самые стойкие и крепкие ребята. И вскоре он стал рулевым сигнальщиком. Паренек, которому не было 18 лет, доказал, что возраст не самое главное. Боевое крещение он прошел время боя возле Ейска. Он успел воевать в Керчи, Одессе и на Дунае. Именно там судно, на котором он служил, попала немецкая торпеда. Его товарищи погибли. Ему повезло, он сумел выплыть. Этот случай повторился трижды. Целых три судна, где он служил, ушли на дно. Он несколько раз был контужен, получил тяжелое обморожение рук. В Венской операции матросы сумели захватить мост. И когда немцы выяснили, что им противостоит 15 человек, началась атака. Он был на волосок от смерти, получил тяжелое ранение, шрамы от которого остались на всю жизнь. По прошествии многих лет, адмиралы на вечере памяти Юматова отмечали, что отважному моряку планировали присвоить звание Героя Советского Союза.